СМОТРИТЕ СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ СНАЙПЕР ЭКТОФ ВИКТОРИЙ У ИГРЫ НЕТ ТОГО ЛОСКО, КОТОРЫЙ МЫ ВИДЕЛИ В СНАЙПЕР ЭЛИТ, НО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЭТО ЛУЧШЕЯ АЛЬТЕРНАТИВА НАПОЛЕОН ЭПОХА ЗАВОЕВАНИЙ ГЕЙМПЛЕЙ ОРИЕНТИРОВАН НА УЗКУЮ АДИТОРИЮ ИГРОКОВ ВНЕШНЕ ВСЕ ВЫГЛЯДИТ ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТО И ЛАКОНИЧНО Привет! С вами снова ФАК и я, Андрей Воробей. ФАК — это компас в мире компьютерных игр. Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии и услышите ответы на вопросы по прохождению. Итак, переходим к делу. Sins of a Soul Empire может стать достойным ответом скептикам, считающим, что ничего интересного в жанре больших космических стратегий за последние 10 лет не случилось. Galactic Civilizations плюс Homeworld звучит многообещающе, да? Именно о таком гибриде сейчас и пойдет речь. Завязка истории выдержана в лучших традициях собратьев по жанру. Отдаленное и, как ни странно, светлое будущее. Человечество, объединенное в торговый союз, процветает и не спеша колонизирует космос. А вот у инопланетян в Ассаре, напротив, все плохо. Бывшие властители половины галактики лишились всех своих владений. Все обитаемые миры в Ассаре рассматривают исключительно как источник ресурсов. В разгар схватки на сцене появляется третья сторона – телепаты Эдвент. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2 ГГц, 1 ГБ оперативки, 256 МБ видео и 1,5 ГБ на винчестере. Начинается Sins of a Solar Empire традиционно с планет. Они – источник ресурсов, новых юнитов и научных знаний. С них стартуют космические корабли, чтобы захватывать другие планеты и уничтожать противника. Вокруг планет вращаются астероиды, из которых с помощью специальных кораблей можно добыть металл или кристаллы – валюту. Приносят налоги с населения. Отправляющийся в бой флот может состоять из десятков звездолетов, причем абсолютно разных. Наша оценка геймплея – 5 баллов. Отвлечь игрока от неспешности игры призвана детальная графика и яркие спецэффекты. Движок Iron Engine не ударит в грязь лицом, даже если вы возьметесь рассматривать звездолеты под микроскопом. Наша оценка графического оформления – 5 баллов. Звук в Sins of a Solar Empire играет далеко не последнюю роль. И авторы с этой задачей справились на отлично. Впрочем, судите сами. Наша оценка звукового сопровождения – 5 баллов. Айрон Клэд – это выжимка всего лучшего, что есть в космических стратегиях. Приправленная совершенно гениальными управленческими идеями и запущенная в блендер на максимальной скорости. Наша общая оценка игры – 5 баллов. Айрон Клэд, безусловно, заслуживает по меньшей мере уважения за смелость и желание экспериментировать. Положение, в котором находится студия, русские солдаты называли или грудь в крестах, или голова в кустах. Вероятность неудачи тут действительно высока. Но если публике придется по вкусу необычная концепция, вдумчивость игрового процесса и неторопливость происходящего, тогда мы получим еще одну икону в жанре космических стратегий. А теперь наши ответы на ваши вопросы по игре Sins of a Solar Empire. Первый вопрос. Как контролировать движение кораблей класса Capital Ship? Отвечаем. Таким кораблям можно отдавать команды движения к различным объектам, как то другие корабли, орбитальные постройки или целые планеты. Задание же специфических орбит движения доступно по кнопке лямбда. Следующий вопрос. Мои истребители очень самостоятельные боевые единицы. Можно ли как-то повысить уровень контроля над ними? Отвечаем. Действительно, за счет своих маленьких габаритов и большого количества истребители часто действуют на поле боя автономно. На самом деле, достаточно им отдавать команды на взлет и на посадку, а также задавать всей группе отдельные цели. Но чаще всего вы будете увлечены командованием большими кораблями. Так что большой беды в самостоятельности ваших подчиненных нет. Следующий вопрос. Каковы отличия Sins of Solar Empire от классических Космо-РТС, например, от Хоумворлда? Отвечаем. Вот полный список отличий, представленный разработчиками. Исследование галактики, разветвленная система добычи ресурсов, планетарные постройки, координация огромных боевых плотов, многообразие экономических и дипломатических стратегий, а также глубокая система исследований и апгрейдов. Наполеон. Эпоха завоеваний. Новый проект от создателей знаменитой Birth of America. Битва за независимость. Эта игра переносит вас в эпоху наполеоновских войн. Военные кампании 1805-1815 годов воспроизведены здесь с максимальной достоверностью. Вы сами сможете взглянуть на известнейшие исторические сражения. От битвы под Аустерлицем до разгрома Наполеона при Ватерлоу. Глядим! Игра Наполеон. Эпоха завоеваний. По своей идее, очень похожа на такие игры, как Birth of America и American Civil Wars. Точно так же, как и в упомянутых вышепродуктах, вам предстоит управлять своими армиями. Смотрите на карту, изучайте местность, планируйте свои действия и пытайтесь предугадать мысль противника. Дело в том, что после того, как ход завершен, вы уже не сможете ничего сделать в течение 7 дней. Именно в этот момент и происходят все основные события. Игра поступила в продажу 16 ноября 2007 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 128 МБ видео, а также 1 ГБ на жестком диске. Разнообразием действий игра не балует. Все, что вам придется делать, это руководить армией, назначать командующих, снабжать свои войска провизией и отдавать непосредственные приказы. Все. Не густо. Получилась такая чисто военная игра, в которой вы можете почувствовать себя самим Наполеоном, с ворохом грандиозных планов. 2 балла за геймплей. Не все в порядке и с внешним видом игры. Мало того, что все сделано очень просто и схематично, игра умудряется очень сильно тормозить при перемещении по карте и изменении масштаба. Можно предположить, что это из-за большого количества объектов на карте. Но вспоминая, например, Цивилизацию 4, что-то не верится, что проблема именно в количестве объектов. Скорее всего, технологическая составляющая игры не очень хорошо продумана и не оптимизирована. Наша оценка внешних данных также 2 балла. Даже видеороликов нет. С озвучкой тоже все просто. Основные действия и события оформлены спецэффектами. А на фоне играет музыка. Ничего особенного. Наша оценка 3 балла за звук. И предлагаем вам небольшой фрагмент из игры. В итоге об игре можно сказать так. Геймплей ориентирован на узкую аудиторию игроков. Внешне все выглядит предельно просто и лаконично. Игра «Наполеон. Эпоха завоеваний» никогда не будет популярна у большого количества геймеров. Наша общая оценка 2 балла. Если вы искали новую игру, похожую на Европу, тогда вы точно ошиблись. Наполеоновская эпоха завоеваний – совершенно другой фрукт. Это чисто военная игрушка. Для тех, кто любит пораскинуть мозгами и проверить свои полководческие таланты. Именно для вас, мои юные генералы. Наши ответы на ваши вопросы по игре. Первый вопрос. Подскажите, как определить время передвижения подразделения в нужную провинцию до того, как мы сделали такой приказ? Отвечаем. Для этого нужно выделить подразделение и навести курсор мышки на желаемую провинцию. Во всплывающей подсказке будет различная информация, в том числе и количество дней, необходимых для перемещения до этой провинции. Следующий вопрос. Мне непонятно, как компьютер выбирает маршрут для движения войск. По-моему, он не любит двигаться через реки и всегда предлагает маршруты в обход рек. Почему так и как можно задать маршрут самому? Отвечаем. Действительно, в игре есть такая особенность. Хотя ничего страшного не произойдет, если войска пройдут через реку. Поэтому, чтобы задать свой маршрут, нажмите кнопку «Контрол» и указывай те провинции, по которым ты хочешь провести свои войска. Следующий вопрос. У меня проблема. Мой мозг сейчас зарвется. Я играю в испанскую компанию и на двое 1809 год. У меня два Наполеона. Один на юге, а другой появился на севере из Франции. Также у меня два Бересфорда. Что делать? Отвечаем. Не паниковать. Это всего лишь баг, который справляется патчем. К сожалению, подобные и множество других багов – проблема этой игры. Смотрите во второй части программы. Снайпер Экт Офф Виктори. У игры нет того лоска, который мы видели в Снайпер Элит. Но на сегодняшний день это лучшая альтернатива. Конфликт Денайт Опс – это очень неплохой шутер. Со своими недочетами, конечно, но и не без изюминки. Конфликт Денайт Опс – это очень неплохой шутер. Со своими недочетами, конечно, но и не без изюминки. Снайпер Экт Офф Виктори. У игры нет того лоска, который мы видели в Снайпер Элит. Но на сегодняшний день это лучшая альтернатива. Вот уже пятый год компания Пайвотл делает сериал Конфликт. Уже вышли серии Desert Storm, Global Terror, Вьетнам. Все это абсолютно разные, но одинаково средние и ровным счетом ничем не примечательные полутактические шутеры. От их нового детища – конфликт Денайт Опс – чудес уже никто не ждал. Очередной бюджетный экшен про спецназ. Но, к великому удивлению, Денайт Опс оказался качественным, в меру красивым и современным шутером. Денайт Опс У нас орудуют сразу два персонажа. Нам разрешается поочередно управлять только одним. Другим в это время будет руководить компьютер. Кроме того, наши подопечные довольно существенно различаются между собой. Один – специалист по взрывчатке и тяжелому оружию. Второй – снайпер. При этом, если вы вдруг забудете о своем напарнике, то мудрый голос командира тут же наставит вас на путь истинный. Вам вообще-то полагается быть командой. Держитесь ближе. Рекомендуемые системные требования к игре следующие. Двуядерный процессор Intel Core 2 Duo. Два гигабайта оперативной и 256 мегабайт видеопамяти. На жестком диске Денайт Опс займет 7 гигабайт. Геймплей строится на выполнении локальных задач, которые в конечном итоге приводят к осуществлению грандиозного плана по обезвреживанию ядерного оружия или уничтожению завода по производству урана. При этом проходит с Денайт Опс бодро и на одном дыхании. Тем более, если в качестве напарника у вас будет не компьютерный персонаж, а реальный игрок. Пятерка за геймплей. Графика, несмотря на явно не последние технологии, смотрится весьма достойно. Плюс, крайне интересно обставлено переключение между героями. Время на секунду замирает, а камера совершает шикарный пролет из глаз одного персонажа к затылку другого. Ну и, естественно, по последней моде вся окружающая действительность подвергнется частичному разрушению. То есть, стены, конечно, не падают, но зато срываются с петель двери, разлетаются ящики и рассыпаются стекла. 4 балла за внешний вид. Музыка для такого экшена разработчиками была подобрана довольно кислая. В то время как вы дырявите врагов направо и налево, на фоне играет какой-то заунывный марш. Но стоит напарнику ряпкнуть в рацию или подобрать какой-нибудь газовый баллон, как забываешь обо всем на свете и беззаветно отдаешься игровому процессу. В итоге мы имеем очень неплохой шутер. Со своими недочетами, конечно, но и не без изюминки. Кооперативное прохождение посредством локальной сети или интернет дорогого стоит и затягивает похлеще любых онлайн-игр. Твердую четверку получает сегодня шутер «Конфликт Денайт Опс». В целом же Денайт Опс производит неожиданно сильное для такой игры впечатление. И уже сейчас можно начинать поздравлять Пайвоттл с выходом в первую лигу. В пользу производителей говорит и тот факт, что вопросов по игре пришло немало, и на самые частые из них мы сейчас ответим. Вопрос. Мы с напарником пробрались в секретную лабораторию. Теперь нам надо забрать оттуда какие-то секретные данные. Но у меня не получается это сделать. Как быть? Ответ. Для работы с компьютером вам необходимо переключиться на управление вторым персонажем. Он без труда ломает код и похитит всю необходимую информацию. Вопрос. Мы находимся в подвалах древнего монастыря, где у террористов установлены сервера, которые нужно уничтожить, но как к ним пройти непонятно. Что делать? Ответ. Необходимо спуститься в винный погреб. По дороге найдете ящик с боеприпасами. Они вам пригодятся. Далее лучше играть за Ленго. Возьмите пулемет и спускайтесь вниз. Как только увидите врагов, тут же открывайте огонь. В подземелье полно газовых баллонов, так что целиться тут не придется. Из погреба идите налево. Там будет еще несколько бойцов, но с ними проблем возникнуть не должно. Тут же уведите сервера. Прикажите Грейсу их заминировать и сразу бегите наверх. Минус работает через 15 секунд. Всем известен компьютерный сериал Хитмен, где нам выпадает честь побыть в шкуре безжалостного киллера. Эдакого такого современного рыцаря плаща и кинжала. Но немногие знают, что в игровой индустрии такого типа игра не единственная. Снайпер Earth of Victory. Достойный оппонент человека со штрих-кодом на затылке. Герой этой игры такой же невидимый для врага. Безжалостный и стремительный. Задача. Дано. Один снайпер. Одна снайперская винтовка. Много умных врагов. Требуется ликвидировать дозорного. Остаться незамеченным. Не спугнуть основные силы противника. Решение. Терпение. Именно в нем кроется успех. Сделали поправки на ветер и расстояние. Терпеливо дождались залп артиллерии. Задержали дыхание. Взрыв. Приглушенный хлопок. Цель поражена. Все. Задача выполнена. Понравилась задачка? Что ж, тогда обратите внимание на Снайпер Act of Victory. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 1,5 ГГц, 512 МБ оперативки, 128 МБ видео и 2 ГБ на винчестере. Главный аспект игры — собственно стрельба. Как бы странно это ни звучало. Мы выбираем цель. Делаем поправку на ветер и расстояние. Плюс, если противник перемещается, то еще и берем упреждение. Затем задерживаем дыхание, чтобы прицел не ходил ходуно. И нажимаем курок между ударами сердца. Наша ацека геймплея — 5 баллов. Вот используемый в игре движок Хром устарел лет и так 5 назад. Единственным светлым пятном здесь является так называемый удачный выстрел. Когда в режиме Slow More нам показывают полет пули вплоть до того момента, как она вышибает мозги из ненавистного фрица. Однако наша оценка графического оформления — 3 балла. По звуку к игре абсолютно никаких нареканий. Спецэффекты охватывают все стороны игрового мира, начиная от хруста листвы под ногами и заканчивая мрачноватыми военными маршами, которые меняются в зависимости от происходящего на экране. Наша оценка звукового сопровождения — 5 баллов. В общем, Снайпер Act of Victory на фоне отсутствия конкурентов смотрится достаточно добротно. Ведь ближайший собрат по цеху, Снайпер Элит, вышел аж 3 года назад. И с тех пор фанатов снайперских экшенов никто не баловал. Да, конечно, у Act of Victory нет того лоска, который мы видели у основного конкурента, но на сегодняшний день это лучшее, что нам могут предложить издатели в этой игровой нише. Наша общая оценка игры — 4 балла. Снайпер Act of Victory подкупает в первую очередь своей атмосферой. Помните уровень сталкере, где мы караулили на крыше одного из домов Припяти свою жертву, а потом, делая поправку на ветер, вышибали ей мозги? То, что в снайпере такие моменты на каждом углу, игре можно простить. А также закрыть глаза на архаичную графику и некую грюмость игрового мира. А теперь наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. Каковы основы стрельбы и снайперской винтовки в игре? Отвечаем. Первонаперво вы должны быть незаметны и после каждого выстрела менять свою позицию. Сам выстрел производится при задержке дыхания. При этом в вашем прицеле появляется прозрачный кружочек. Это как раз то место, куда полетит ваша пуля. На высоком уровне сложности такой подсказки не будет. И прикидывать полет пули на основании скорости ветра и пульса бойца вы должны будете сами. Следующий вопрос. Помогите. Я облазил все закоулки и локации. Убил всех врагов. Но когда я подхожу к цели миссии, мой игрок от чего-то умирает. Это ошибка игры? Отвечаем. Нет, это не ошибка игры. Видимо, вам постричался вражеский снайпер, который из своего укрытия охраняет подход к цели вашей миссии. Присмотритесь внимательнее на предмет поиска изуверта. Не забывайте, что помимо оптического прицела, у вас в арсенале присутствует мощный бинокль. Следующий вопрос. Можно ли в игре сыграть за немцев? Отвечаем. Нет, такой возможности не предусмотрено. Однако на некоторых миссиях вам выпадет возможность пострелять врагов в их глубоком тылу. На сегодня это все. Меня зовут Андрей Воробей. Это был Фак. Ровно через неделю мы снова увидимся. А до этого заходите в форум на сайте musdefistv.ru. Меня можно найти и там. Присылайте мне свои вопросы на адрес faq-musdefistv.ru. Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok